Цифровое бессмертие Границ четких не будет, вы сами поймете Чем меньше фактов, а больше фантазий, тем дальше будущее Итак, это Патрик Кейн К сожалению, не особо видно, что он Патрик Ну извините, последний момент, все как всегда Итак, Патрик Кейн британец Когда он был младенцем, он переболел тяжелой формой менингита Это выразилось в том, что он лишился пальцев левой руки Позднее, пока он рос, ему был предложен протез Эти протезы обычно называют бионическими Возможно, кто-то из вас слышал про название такой науки В междисциплинарной бионике Вот, название идет именно оттуда Если вы встречали сокращение биопротезы То это именно слово бионические, а не биологические На самом деле, чтобы не путаться, я буду Техническая заминка решена Так вот, чтобы не путаться, я буду называть их сокращением робопротезы От робототехнические протезы Итак, Патрик Кейн обрел такой робопротез И он до сих пор совершенствуется, этот робопротез Ему поставляют новые версии Его робопротез прикрепляется к руке, вы видите И может совершать с помощью управления с телефона 24 разных движения Но самое главное, что в нем есть датчики Которые считывают микропотенциалы, так называемые То есть небольшие электрические сигналы с мышц Тех мышц, которые должны бы были двигать его пальцы Но, к сожалению, пальцев нет, они ничего не двигают Тем не менее, от мозга к ним приходят сигналы Их можно считать Считывая эти сигналы Рука, а вернее встроенный в нее чип Обрабатывает их И в результате выдает то движение, которое нужно Патрику Патрик достаточно точно управляется своей рукой Он может, например, поднять лист бумаги Или, скажем, завязать шнурки Это даже изображено Но, что самое интересное Этот его робопротез выдерживает нагрузку до 90 килограммов На одну руку Патрику сейчас 16 лет Мало кто в 16 лет может одной рукой поднять 90 килограммов То есть робопротез откровенно расширил его возможности Даже по сравнению с человеком, не лишенным пальцев Вообще говоря, вот эта вот идея Что мы считываем небольшие сигналы Которые возникают на самих мышцах Это, хотя и весьма распространенный Но не единственный вариант управления протезами Есть другие Когда сигналы считываются непосредственно с нервов Или даже вообще напрямую из мозга Есть такие разработки Это одна из них От ученых, если не ошибаюсь, Стэнфордского университета Вот здесь мы видим Подсоединяются электроды На самом деле они соединяются с нервами Которые уже получают сигналы из мозга Вернее, передают сигналы из мозга к мышцам Той рукой, естественно, можно было управлять Мы пойдем дальше Это известный пример из мировой культуры В 1980 году был снят фильм В котором главный герой лишился руки А позднее получил именно роботизированный протез Тот протез был очень похож на настоящую руку Действовал неотличимо от нее И, кажется, даже передавал ощущение прикосновения Температуры и так далее То есть действовал полностью как натуральная рука Конечно, сейчас еще не изобрели таких протезов И мы пока не можем настолько приблизиться к люку Скайуокеру Тем не менее, в 1980 году Даже такие протезы, какие мы видели только что у Патрика Кейна Считались фантастикой Сейчас это уже реальность Идем дальше Джеймс Янг Как обычно только фамилия, но поверьте мне, его зовут Джеймс Он потерял левую руку и часть левой ноги в результате несчастного случая После того, как он выписался из больницы У него были стандартные протезы, которые ставят всем, кто попал в такую ситуацию Вместо руки был крюк Действовать со всем этим можно было только с помощью специальной системы обвязок, подвесов В общем, протезы были для него скорее обузой, чем чем-то, что ему помогало Он был расстроен, но тем не менее, нашел информацию о том, что его любимая компания, производитель игр Konami Проводит эксперимент И он решил участвовать в этом эксперименте И мы сделали протез в форме левой руки, весьма футуристического вида Этот протез, робопротез, естественно, он может им двигать Он не выполняет функции только руки В нем есть USB для зарядки мобильных устройств Встроенная лазерная указка Встроенный фонарик Часы И даже вот тут вот не видно, к сожалению У него вот за этим кожухом может быть подключен миниатюрный дрон Просто он его носит с собой Откровенно расширенные возможности по сравнению с обычным человеком Есть, правда, конечно, и свои минусы Этот протез требует перезарядки периодической У него внутри встроена батарея Его нужно снимать перед тем, как пойти в душ Да и весит он 4,5 килограмма Все-таки тяжелее обычной руки человеческой Тем не менее, это только прототип Он тестируется как раз для того, чтобы быть совершенным И позволяет людям спокойно его использовать Не испытывая вот этих самых неудобств Поэтому ожидаем, что в скором времени Джеймс Янг обзаведется рукой Которую не надо будет снимать в душе Разработчик предыдущей системы Испанка Де Баратера На самом деле производит очень много протезов Очень часто она им придает какой-нибудь необычный вид Такой, какой, естественно, мы не встретим в обычной природе На обычных людях Здесь приведены примеры В том числе, кстати, клиенткой Баратера Является известная фотомодель и певица Виктория Модеста Может быть, кто-нибудь слышал У нее тоже очень необычный протез с левой ноги Теперь мы немножко перейдем в другую плоскость Запомним, что протезы могут быть разных форм И вернемся к голове Джеймс Науман Лишился зрения в результате несчастного случая Причем не за один раз Он не пал духом И сам помог в разработке И, естественно, другие люди тоже помогли Специальной системой пользуется Камера, обрабатывающая чип И электроды у него в глазу Камера считывает изображение Чип формирует сигналы и подает их на электроды Мозг считывает эти сигналы Практически так же, как если бы они шли от живого глаза В итоге Джеймс может даже водить машину Он живет практически полноценной жизнью Если только не считать некоторой громоздкости всей этой системы Но мы знаем, что миниатюризация не стоит на месте Все всегда совершенствуется Итак, идем дальше Человек, которого невозможно не упомянуть Когда говорим про киборгизацию, робопротезы и тому подобные вещи Нил Харбисон Он родился с ужасным заболеванием Ужасным с некоторых точек зрения Охромотопсией Он весь мир видит так, как будто это черно-белое кино Вернее сказать, видел В какой-то момент он, страстно желая проявлять себя в искусстве Рисовать картины, писать картины В какой-то момент он встроил в себя систему Из камеры, опять же, обрабатывающего чипа И специального вибрирующего элемента Камера считывает цвет в той области, куда направлен взгляд Нила Чип преобразует в определенные частоты вибрации звуковые Ну и, собственно, вибрирующий элемент заставляет кости его черепа вибрировать с этой частотой Первое время у Нила от этой системы очень болела голова Просто зверски Тем не менее, он привык и начал ощущать цвет Да, не так, как мы с вами Но, тем не менее, он понимает, какой цвет перед ним Вот тут изображено даже, как он может его считывать Больше того, Нил развил эту систему И теперь он может видеть даже в инфракрасном ультрафиолетовом диапазонах То, чего человек обычный не может Опять же-таки, расширил свои возможности Мун Рибас Испанка, кстати, опять же Авангардистка У нее нет потерь зрения, заболеваний или каких-то там отсутствующих конечностей Но она с помощью специальных устройств расширяет свое восприятие В принципе, так же, как Нил Харбисон сделал с инфракрасным ультрафиолетовым диапазоном Например, специальные наушники позволяли ей чувствовать, что кто-то находится сзади Они вибрировали А новые устройства, которые она надевала на щиководку Позволяли ей чувствовать землетрясение где угодно на земле То есть, как только где-то происходило землетрясение Информация об этом, естественно, появляется в сетях В научных сетях причем, то есть достаточно быстро И тут же она получала об этом свидетельство за счет вибраций Она всегда это чувствовала Вместе с Нилом Харбисоном они основали Cyborg Foundation Компанию, которая фокусируется на том, чтобы продвигать расширение человеческого восприятия за счет технических средств Причем не только для людей, которые страдают от потери органов Вот, кстати, Артем говорил в самом конце про импланты Вот это они же Мы только что прослушали про то, что можем заменить какие-то свои органы, чтобы воздействовать на мир А можем заменить органы чувств, чтобы воспринимать мир Почему бы их не объединить? Это как раз такая разработка Разработка компании итальянской PrintSilla В кончиках пальцев специальные датчики, которые чувствуют прикосновение Они передают их обратно в мозг А мозг, в свою очередь, может передавать сигналы для управления этой рукой Такие системы, как видите, есть Они совершенствуются, это далеко не самое совершенное В основном они, разработки таких систем, приводят к попыткам создания чувствительной кожи То есть какого-то такого очень плоского, очень размазанного по поверхности датчика Который чувствовал бы прикосновение, тактильное воздействие И такие кожи есть Вот это пример протеза с чувствительной псевдокожей Поверьте, там написано именно это Здесь изображено, как человек, пользуясь этим протезом, гладит Ну, здесь, конечно, это кукла ребенка Но в действительности он может гладить ребенка Он чувствует прикосновение, чувствует его силу И поэтому может не переборщить То есть не нанести ребенку ущерб Это очень серьезный шаг по сравнению даже с робопротезом Джеймса Янга В котором есть фонарик Не вдаваясь в подробности, просто вот есть такая технология И разработали ее ученые из США и Сеула Теперь поговорим о том, как все это объединить вместе Обычно такие разработки приводят к тому, что люди пытаются создать экзоскелет Примерно такой, как был у Тони Старка в известном фильме Ну, примерно такой, это, конечно, громко сказано Первая ласточка экзоскелета строения к нам приходит еще из 60-х годов Это экзоскелет Хардиман Он не похож на железного человека Хардиман начали разрабатывать в 65-м году А в 70-м году уже был построен прототип Вот то, что мы видим слева К сожалению, прототип этот был весьма неустойчив Входить в нем было нельзя, как изначально предполагалось, просто можно было упасть И вид его, как видите, достаточно громоздкий, сравнимый с экзоскелетом Эллен Рипли из фильма «Чужие» Тем не менее, свою функцию он выполнял При усилии 4,5 кг развиваемым человеком, которым пользуется Он позволял поднять 110, то есть многократно усиливал человека Это как раз одна из функций, которые приписывают экзоскелетам усиление Например, для переноски грузов Есть российская разработка, уже современная, экзоатлет В первую очередь предназначенная для людей, которые не могут двигать своими конечностями, например, парализованно Или там могут двигать очень ограниченно Так что мы не во всем отстаем, как это принято считать Крис Палмер, тоже британец Он воспользовался именно этой медицинской функцией экзоскелета Всю жизнь он мечтал отвезти свою дочь к алтарю Но, к сожалению, в результате заболевания раком и не совсем удачного лечения Он потерял возможность двигаться своими нижними конечностями Был полностью парализован Но ему на помощь пришла британская же компания, которая предоставила ему в аренду экзоскелет Он научился им пользоваться и исполнил свою мечту А заодно немножко и прорекламировал Куда же без этого? В мае этого года компания Hyundai представила свою разработку экзоскелета Если до сих пор мы говорили в основном про медицинское использование То этот экзоскелет мультифункциональный Как уже было сказано, для переноски грузов на складах, военными Так и для людей, которые парализованы, например Сведем все это вместе Экзоскелет Если вспомнить, я говорил, что наши робопротезы могут выглядеть так, как мы этого захотим Почему экзоскелет не может? Больше того, мы можем чувствовать с помощью различных органов чувств Джемс Янг Джемс Наумен, простите Тактильная кожа и так далее Все это позволит нам чувствовать Все это вместе дает нам примерно то самое, что мы видели в фильме «Суррогаты» То есть роботы, которыми можем управлять, сидя в кресле Внешний вид они будут иметь тот, какой мы сами захотим Вот, пожалуйста, здесь изображен суррогат главного героя и его коллеги А здесь изображен сам главный герой Его играет Брюс Уиллис Ну, наверное, издалека не очень заметно, но вообще выглядят они немножко по-разному Да и по фильму герой Брюса чувствовал определенные сложности, когда ему пришлось самостоятельно двигаться по улицам С левой стороны мы видим то, как выглядит суррогат в представлении художников этого фильма То есть это робот, покрытый какими-то оболочками, чтобы быть похожим на человека Похожую ситуацию можно встретить у Станислава Лема В 21-м путешествии из дневников Иоанна Тихого Там была планета Дихтония, жители которой научились изменять свое тело в угоду своему желанию В том числе и роботы там тоже были Это привело к кардинальным изменениям вообще в их обществе Однако зададимся вопросом Возможно ли вообще ситуация такая, как вот описано в суррогатной Захотят ли люди заменить свою настоящую жизнь вот этой вот не настоящей суррогатной Ну, якобы не захотят, некоторые считают Я считаю, что этому аргументу есть два контраргумента Первое. Все мы хотим быть или казаться немножечко лучше, чем мы есть Подобного рода устройства помогают нам это делать Некоторые говорят, что это не самое лучшее желание человека Но на самом деле именно оно позволяет нам самосовершенствоваться Второй аргумент А почему мы, собственно, считаем жизнь с помощью суррогатов ненастоящей? Противники обычно говорят, ну, искусственные органы чувств Искусственное движение и так далее Но наше тело это тоже устройство Наши глаза, наши руки, наша кожа Это механизмы природные, правда, они искусственные По восприятию или по воздействию на мир В чем принципиальная разница того, что мы заменим их на созданные своими руками? Никакой разницы Есть, правда, один момент Они подвержены не совсем правильному восприятию этого мира И наши искусственные аналоги тоже пока еще не могут обеспечить полную картину И я думаю, все знают вот этот вот феномен Вернее, это уже не феномен, это уже объясненное явление Оно связано именно с тем, как мы воспринимаем мир Оно хорошо иллюстрирует, что мы искажаем его, пока воспринимаем То есть мы не видим реальный мир Мы уже существуем в неком его преображении Можем ли мы искусственными органами добиться хотя бы такой же точности, а лучше большей? Сейчас мы об этом поговорим Кевин Уорик Когда-то он вживил себе под кожу чип Примерно такой же, как в карточках, пропусках Или еще где-то, которые можно приложить И перед вами открывается турникет С помощью него он управлял светом в помещении, дверями и так далее Позднее он пошел дальше Он вживил себе электроды Если припоминаете, мы уже говорили о вживлении электродов, чтобы двигать рукой Он сделал то же самое Вот на левой картинке видно та самая рука, которая двигалась в точности так же, как двигал сам Кевин своей рукой Она считывала сигналы из его мозга Это подобие нейроинтерфейса Возможно, вы слышали это слово, и даже наверняка оно сейчас модное Есть нейроинтерфейсы немножко других систем, которые не требуют вживления электродов Как правило, они выглядят как шапочки со множеством проводков Например, так было в фильме Охотники за привидениями 2 1989 год Вы могли встретиться с таким способом, условно говоря, считывания мыслей Например, если посещали, а вы наверняка посещали, процедуру электрокардиограммы Если вы посещали процедуру электроэнцефалограммы То вы определенно сталкивались именно с таким методом То же самое, абсолютно Но эти все методы достаточно неточны Они воспринимают изменение напряжения или даже магнитного В общем, полей в достаточно обширной области Не точно Мысли так не прочтешь А уж тем более не поймешь, что хочет человек двинуть рукой вправо или влево Тем не менее, есть современные разработки Их достаточно много Например, Эпок от Emotive Это вот это Или Инсайт от той же компании Или Мьюз Или Нейроскай В общем, это все нейроинтерфейсы Уже сейчас они помогают считывать, условно говоря, мысли Конечно, все еще недостаточно точно Но разработки в этом направлении идут и очень активно Идем дальше Эксперимент Малкома Джорджа Был произведен в 1896 году Естественно, левая картинка не тогда сделана Джордж изобрел инвертоскоп Собственно, изобретать особо нечего Это очки, которые переворачивают изображение Он надел эти очки и ходил в них неделю Три дня он мучился А на четвертый его мозг адаптировался Он смог видеть примерно так же, как и нормальный человек Мозг просто компенсировал вот это переворачивание изображения Потом он снял очки Компенсация никуда не ушла И он снова три дня ходил с перевернутым изображением А на четвертый день опять все вернулось на круги своя Это хороший пример того, как наш мозг адаптируется С помощью нейроинтерфейсов И этой способности мозга к адаптации Мы можем управлять даже теми органами Которым нет аналогов в природном мире А теперь немножко перейдем к другим разработкам Google Glass Возможно, вы слышали Что такое Google Glass? Это очки Их отличие от обычных очков в том, что встроена камера, проектор, микрокомпьютер Они на специальную линзу проецируют изображение Глазом можно управлять этим изображением Просто фокусируя в нужных местах Очки могут синхронизироваться со смартфоном Таким образом, можно сделать для себя Гораздо более удобным управление Вашим мобильным устройством В чем проблема? Здесь есть экранная клавиатура Наверняка многие из вас чувствовали проблему С тем, чтобы попасть на нужную кнопочку Или побыстрее набрать нужное слово и так далее Потом, сам экран многих не удовлетворяет Он слишком маленький Когда нужно увидеть много информации Приходится что-то там куда-то листать Проматывать Неудобно, хочется видеть все сразу Наконец, последнего надо где-то носить Как видите, даже я положил его сюда Потому что так мне удобнее Но это все не решение А вот Google Glass – решение Гарнитуры – решение Умные часы – решение Голосовой ввод – тоже решение И, наконец, синтезирование речи Все это говорит нам о том, что в обществе есть запрос На то, чтобы удобнее взаимодействовать с этими самыми мобильными устройствами И этот запрос удовлетворяется Даже самим Google Итак Есть более продвинутые разработки на ту же тему Можно проецировать изображение Вернее, составлять изображение на дисплее, который встроен в контактную линзу Это гораздо удобнее, чем очки Некоторые не привыкли их носить, мягко говоря Есть еще более продвинутые разработки Когда изображение проецируется непосредственно на сетчатку И, наконец, есть уже дважды упомянутый Джеймс Науман Которому изображение даже не проецируется А поставляется в мозг в виде сигналов К чему это все ведет? Мы не только можем с помощью нейроинтерфейсов Управлять какими-то робопротезами или экзоскелетами Чтобы воздействовать на мир Мы можем еще и непосредственно в мозг получать информацию от окружающего мира Наше тело становится нам практически ненужным По крайней мере в той форме, в какой мы ее знаем Но это еще не бессмертие Нанороботы Что это такое? Это не маркетинговый ход Это не попытка распилить побольше денег Нанороботы Впервые были упомянуты в научной сфере еще в 1984 году А в литературе, в художественной литературе Их впервые упомянул Станислав Лем в 1964 году Естественно, никакой речи о том, чтобы распилить побольше средств Тогда не было По крайней мере на эту тему Нанороботы Это небольшие роботы, размерами примерно 100 нанометров Они сравнимы с молекулой небольшой При этом они выполняют те же функции, что в нашем представлении должны обычные роботы делать Двигаться, что-то перемещать, возможно как-то воспринимать информацию, обрабатывать ее, ну и так далее Если мы можем управлять любым экзоскелетом, любой сложности, любого вида И воспринимать информацию от любого объекта, в том числе даже не существовавшего То что нам мешает управлять роем нанороботов? Вернемся к самим нанороботам Вот это вот разработка DNA Box 2008 года Разработка ученых из международной группы Это первый фактически действующий наноробот Он мог считать молекулы определенного типа Я, конечно, понимаю, что по этому рисунку очень мало, понятно Тем не менее, он состоял из множества ДНК Не тех ДНК, что у вас в клетках, а просто аналогичных молекул Которые образовывали вот такую вот коробочную структурку В определенном случае при воздействии некоторых молекул Крышка этой коробки открывалась и нужная молекула попадала туда Если этого воздействия не было, она не попадала Простейший робот, который выполнял простейшую программу Тем не менее, его можно назвать нанороботом Естественно, что фантазеры, футурологи думают о других применениях нанороботов Как, например, усилитарный туман Эта концепция была предложена американским ученым Джоном Холлом Смысл в том, что утилитарный туман состоит из вот таких вот частичек Тоже, естественно, нанороботов Которые могут соединяться между собой И мгновенно образовывать очень твердую, вернее, очень прочную структуру Он предлагал использовать его в качестве ремней безопасности Ездите вы в машине Внезапно регистрируется ситуация резкого торможения И окутывавший вас до сих пор невидимый туман из нанороботов Внезапно становится достаточно прочным, чтобы вас удержать Как только вы спасены, он тут же пропадает Ну, вернее сказать, они разъединяются Вот такое решение предлагал Джон Холл Естественно, пока что до него достаточно далеко И тем не менее, работы в этом направлении ведутся Пока я буду рассказывать дальше Вы можете посмотреть на то, как выглядит сайт нашей инициативы Нейронет Российская, между прочим, инициатива Итак То, о чем я буду говорить дальше, к сожалению, не имеет Пока еще не имеет примеров, которых можно было бы привести И сказать имена, и показать картинки На чем мы остановились? У нас есть нейроинтерфейс, который берет информацию прямо из мозга Он может управлять роем нанороботов Эти нанороботы даже не обязаны перемещаться так же, как перемещается ваше тело Если они распределены по поверхности планеты То для того, чтобы оказаться в другой точке Вам достаточно подключиться к тем нанороботам, которые там находятся Это, впрочем, верно и для обычных роботов При этом вы можете принимать любую необходимую вам форму Шины, лампы В общем, для чего хватит вашей фантазии Во всем этом остается один единственный элемент Который пока еще не дает нам говорить о цифровом бессмертии Мозг Только что я сказал, что мы принимаем сигналы из мозга Чтобы управлять чем-то там И, наоборот, передаем их туда, чтобы воспринимать окружающий мир Но мозг остается все тем же биологическим органом Который подвержен старению и, как следствие, смерти Не совсем так, кстати, как обычные органы У него там есть свои интересные моменты Но, тем не менее, подвержен Есть медицинское применение нанороботов Когда они могут адресно доставлять, например, питание каким-то клеткам Или копировать их Естественно, это все фантазии, но они вполне научные И даже могут уничтожать необходимые клетки С помощью нанороботов таким образом можно было бы поддерживать жизнь мозга Однако такое бессмертие не было бы цифровым Оно было бы биологическим, ну и еще просто поддерживаемым всякими техническими прибамбасами Чтобы говорить о цифровом бессмертии Нам нужно совершить последний шаг и заменить сам мозг Как это сделать? Обычно такие процессы называются переносом сознания на цифровой носитель И в первую очередь, когда об этом говорят, предполагают, что мы записываем всю структуру мозга То есть все клетки, которые есть, все соединения, которые между ними есть А потом моделируем работу их так, как они работают обычно у нас Но дело в том, что в мозге порядка 86 миллиардов нейронов И каждый из них образует несколько связей с остальными То есть связей еще больше, на порядок В самом лучшем процессоре от Intel около 2 миллиардов транзисторов И уже сейчас инженеры Intel не могут воспроизвести структуру этого процессора Не пользуясь техническими средствами Они ее не понимают целиком Соответственно, если вдруг все рухнет, они не смогут снова сделать этот процессор Таким образом, понять всю эту структуру очень сложно Очень легко запутаться или ошибиться при ее воспроизведении Больше того, современных вычислительных мощностей попросту не хватает, чтобы моделировать работу мозга Слишком много связей, слишком много взаимодействий мы пока так не умеем Но естественно, что прогресс не стоит на месте Совершенство не идет, вычислительные мощности тоже растут самыми разными путями С другой стороны, мозг изучается, и в нем ищутся какие-то одинаковые элементы Такие, чтобы их было проще воспроизвести Возможно, не весь нейрон, а какую-то их группу Однако, есть и другой вариант, каким можно перенести сознание на цифровой носитель Что если мы в нашем собственном мозге будем работающие нейроны постепенно заменять их искусственными аналогами? В конце концов, поскольку нейронов хоть и много, но конечное число Все они будут заменены, мозг будет полностью искусственным Мы добьемся своего Как я говорил, это уже будет вполне себе цифровое бессмертие Есть, правда, несколько минусов у этой технологии С позволения сказать, это скорее фантазия еще Во-первых, нет абсолютно никаких гарантий, что искусственный нейрон не будет отторгаться Вполне возможно, что в процессе работы он просто не сможет соединиться с настоящими нейронами Второе Чтобы мозг функционировал, в нем нужно постоянно поддерживать новые связи Ну, возникновение новых связей Это обучение просто, оно так выглядит Если мы не сможем это сделать Мы не сможем воспроизвести этот процесс То и мозг не будет работать А мы пока не знаем этот процесс до конца Естественно, что все сказанное на самом деле ограничения Лишь науки и техники Они со временем будут преодолены Итак, со временем будут преодолены Значит, мозг будет на цифровом носителе Носители соединены огромной глобальной сетью, существующей уже сейчас Интернет И она будет совершенствоваться Скорости растут, качество передачи данных тоже Проект, в котором мы с Максимом Тальковым работаем, как раз на это настроен Будут возникать сенсорные сети То, что вы сейчас называете интернетом вещей Огромное количество датчиков, раскиданных по помещению Которые воспринимают информацию и передают их куда-то Почему бы не в ваш мозг Вы можете управлять в таком виртуальном мире Своим домом, или даже городом, или даже государством Как отдельным объектом Много сознаний соединены вместе При необходимости они управляют окружающим миром Но основное, что от них требуется Это мыслительная деятельность и взаимодействие между ними Для этого даже не нужны тела Даже те самые нано-роботы не нужны Лишь бы была связь Она будет Не напоминает солярий Старковского? Очень много чего сразу напоминает Вот-вот Единственное, в солярии непонятно происхождение Такого вот коллективного или неколлективного сознания Непонятно, собственно, оно одно, целостное Или состоит из много частей Но, тем не менее, планетарное создание Причем сознание, которое может управлять этой планетой Очень похоже, как будто сама планета становится живым организмом Так же, как это было в солярисе В этом смысле каждый ее элемент приобретает бессмертие Потому что он может быть продублирован столько раз, сколько угодно Или все необходимые части могут быть заменены Но сама планета, наоборот, становится смертной, как организм Правда, в астрономических масштабах? Вернемся теперь вот сюда Чтобы вы не думали, что все это настолько далеко Я хочу сказать, что нейронет Это элемент российской инициативы стратегической Я, как всегда, забыл название Это как раз-таки то, о чем я только что сказал То есть сеть сознаний, соединенных с помощью нейрокоммуникаций Представьте себе, с 2014 года Это внесено в одно из приоритетных направлений развития Мы действительно не такие отсталые, как иногда кажется Мы приближаемся к концу Поэтому, если вас заинтересовало, я хочу сказать Вы можете обратиться к таким авторитетам, как Реймонд Курсуэлл У него вы можете прочитать про трансгуманизм Это практически все, о чем я сейчас говорил Станислав Лем Его я упоминал много раз Это Солярис Непобедимый, где, кстати, он говорит про подобие нанороботов Ну и так далее Естественно, есть и другие авторитеты Вы много где можете почерпнуть сведения на эту тему За сим все Спасибо Аплодисменты Аплодисменты